Ваши манеры обращения должны быть приятны, но никоим образом не легкомысленны. Желательно всегда некоторая доля сдержанности и умения управлять своим настроением. Раздражительность есть признак слабости, а не силы. И раздражительному человеку никогда ни в чем не везет. Вы должны быть совершенно бесстрашны, притом и физически, и морально, правда, последнее редкое качество. Если вы вообще легко приходите в возбуждение и раздражение, а также иногда вас охватывает боязнь несчастья, печаль и т.п., то вам следует с особым вниманием остановиться на уроке о выработке характера и сделать все возможное для искоренения этих недостатков. Ваши манеры должны быть полны самоуважения, но в то же время относитесь со вниманием к чувствам, симпатиям и антипатиям окружающих. Если вы лишены последнего качества, следует всеми силами развить его. Оно имеет особую важность как средство для приобретения друзей, достижения благосклонности активного участника, несмотря на его суровую и бесстрастную внешность, ему не чуждо ничто человеческое. Если вы будете всегда помнить «я буду поступать по отношению к вам так, как хотел бы, чтобы вы поступали со мною», и будете проявлять эту мысль на деле, вы приобретете ценное качество. Развивайте смелое, открытое, честное обращение. Это почти всем нравится. Будьте серьезны, когда вы говорите. Последний не только поддерживает внимание в ваших слушателях, способствует восприятию делаемых вами внушений, но и наделяет силой ваши мыслительные волны. Вы работаете твердое, честное, мужественное рукопожатие. Никому не нравится пожимать слабую, вялую руку, да ведь этого вы и сами не любите. Не забывайте об этом. Если вы до сих пор не обладаете таким рукопожатием, выработайте его и пользуйтесь им. Пожимайте каждому руку так, как если бы он был отцом самой прелестной девушки с миллионным преданным. И смотрите ему прямо в глаза. О силе взгляда я расскажу подробно в следующем уроке, а теперь хочу обратить ваше внимание на это в связи с сердечным рукопожатием. Они восполняют друг друга. Выработайте приятный тон, тембр голоса. Избегайте как бормотания, так и резкого крика. Сорезмеряйте громкость вашего голоса с тем, насколько громко говорит собеседник, но не делайте ошибки, пытаясь перекричать его. Если другой человек стал слишком резко и громко говорить, отвечайте ему все тише и тише, и собеседник скоро заговорит как следует. Кстати, это отличный способ, чтобы охладить пыл человека, который возбужден и готовится вас хорошо отделать языком. В подобном случае сдерживайтесь, следите, чтобы ваш голос был тихим, но уверенным, и вы увидите, что говорящий с вами мужчина или женщина постепенно понизит голос до вашего уровня. Раз он ослабил свой голос, изменилось и его настроение, и он чувствует себя пристыженным, а вы выиграли. Испытайте. Многое и многое зависит от голоса. Гибкий, искусно меняющийся тон голоса очень нравится и может принести немалую выгоду его счастливому обладателю. Ваш голос должен уметь выражать все оттенки чувств, которые вы желаете в него вложить. Это одно из могущественных средств для внушения. Выразительный голос – одно из главных орудий успешного внушения. Однако изучающий не должен отчаиваться, если у него недостаток некоторых из описанных важных качеств. Он должен знать, что каждый из этих даров будет в его распоряжении, если он только не побоится беспокойства отыскать их. Подробнее я расскажу об этом в уроке о выработке характера. Еще одним весьма важным посредником для влияния на других, не исключая и вашего почтенного активного участника, является глаз, взгляд. Да, человеческий глаз, кто не знает его силы и в то же время как мало знают о способе приобрести искусство, пользоваться им. Можно было бы написать целые тома о его силе, о нем как оружии нападения и защиты, и о его помощи в деле воздействия на людей и животных. И этим все же не был бы исчерпан предмет. Следующий наш урок я посвящу объяснению пользования глазом, взглядом, как средством для воздействия на людей, каким образом выработать магнетический взгляд и каким образом избежать влияния взгляда других. Продолжение следует...